Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 3 июля 2020 года. Продолжаем повышать свою правовую грамотность из советской большой энциклопедии 1975 года издания. И этот небольшой сюжет, фильм, будет посвящен русскому народу, а именно вокруг фразы Ленина из этой большой советской энциклопедии о том, что русский народ дал свободу другим народам. Это из собрания сочинений Ленина. Сейчас все посмотрим. И, я так полагаю, о геноциде русского народа в период гражданской войны. Это троцкизм. И мы поговорим о руле Сталина. Итак, Большая советская энциклопедия, том 22. Вот это вот интересная вещь. В ходе гражданской войны, продолжалось по ее окончании, завершилось госстроительство Российской Федерации, русский народ оказывал помощь другим народам, вошедшим в состав РСФСР, в организации государственности. Ленин писал, мы дали всем нерусским национальностям их собственные республики и автономные области. Полное собрание сочинений. Пятое издание. 44-й том. Страница 146-я. В составе РСФСР были образованы Башкирская ССР, Татарская, Карельская трудовая коммуна, Чувашская, Киргизская, Ботская, Удмуртия, Марийская, Калмыгская, Горская, Веорганизована Коми, Кабардинская, Крымская. Автономная республика 18 октября была образована 1921 года. Бурятско-Монгольская была республика 30 мая 1923 года. Якутская, Уйродская, Черкесская, Чеченская, Карачаево-Черкесская. Образовавшиеся автономии были законодательно оформлены актами в ЦИК и СНК РСФСР. Советское правительство опиралось при этом на воле и изъявление народов. Большая работа была проведена по определению территорий автономных образований. В их государстве и общественном аппарате вводился язык коренных народов. В органы власти привлекались представители коренного населения, знавшие обычаи народа и пользовавшиеся его доверием. Проводя Леонидскую национальную политику, Коммунистическая партия вела упорную борьбу с уклонами по национальному вопросу, великодержавным шовинизмом и местным национализмом. Вот здесь собака тоже порылась, где уже ущемлялись права титульной нации русского народа. Организация местной администрации, местных общественно-политических, культурно-просветительских учреждений, Школы, Суда, Печати на родном языке, укрепляла советская власть, упрочивала братский союз и взаимное доверие народов РСФСР. Значительные территории РСФСР, не вошедшие в автономные республики, автономные области и национальные округа, населены главным образом русскими. Русские осуществляют свои национальные права непосредственно через органы РСФСР. Сразу же после Октябрьской революции 1917 года началась культурная революция. Уже в 1917-1921 происходила революция, перестройка по всей системе народного образования. Введено было новое упрощенное русское правописание и начато ликвидацией неграмотности и малограмотности. Декретом СНК от 24 января 1918 года был введен вместо Юлианского Григорианский календарь. Наука была поставлена на службу народу для созидания социалистического общества. Созидание. Хорошее слово. Прогрессивные демократические представители науки с первых же дней советской власти активно включились в строительство новой жизни. Свыше 200 ученых были привлечены для составления плана ГОЭРЛО. Октябрьская революция положила начало создания советской, русской и многонациональной и литературы искусства в РСФСР. Создание национальной автономной удовлетворяло вековые чаяния не русских народов, а собственной национальной государственности. способствовало экономическому, политическому и культурному подъему, ликвидации былой отсталости народов, угнетавшихся царизмом. Важное значение в развитии национально-государственного строительства имели программы РКП, принятые 8-м съездом партии в 19-м году и решение 10-го съезда РКП Б. об очередных задачах партии на национальном вопросе Марк 21-м. Итак, получается, что советская власть создала государственность всем малым народам, в принципе, за счет русского народа, потому что здесь сказано в черном по белому с уклонами. Проводя ленинскую национальную политику, коммунистическая партия вела упорную борьбу с уклонами по национальному вопросу, великодержавным шовинизмом и местным национализмом. Значит, русские уже умалялись в правах. Создавался общий равноправие для народа, то есть вытаскивались на свет Божий малые народы, которых и было не видно, и не слышно, у них не было ничего. Советская власть дала все этим народам и государственность. А сейчас они окончательно уже, слово русский убрано отовсюду. Вот здесь это все есть. Вот это советская большая энциклопедия на 1974-1975 год. Русские осуществляют свои национальные права, непосредственно через органы РСФСР. Значительные территории РСФСР, не вошедшие в автономные республики, автономные области и национальные круга, населены главным образом русскими. То есть это государство, образующий народ, который в поправках в Конституции Российской Федерации, нового поколения 21 века, не вписан уже слово русский, не вписан нигде. Хотя это главный народ, который жил на этих территориях. Он не коренной, он истотный народ. А коренные – это те, которые приходили сюда и укоренялись. И русский народ всех, в общем-то, ютил, всем давал пристанище. И получилось, как в сказке про зайца и лесу. Получается так. Малые народы сегодня, вот если кто еще не понимает, что вы живы, пока жив, добрый, честный, русский народ. Не будет русского народа, от вас останется пшик. То есть ничего. Вот это советская энциклопедия. Итак, получается, в этом абзаце недвусмысленно сказано о том, что в начале революции, когда был у власти Труцкий, Ленин, проводился геноцид русского народа. Земли русских людей, которые испокон веков там заселялись, они отдавались малым народам. И сокращалось таким образом русское население. То есть борьба шла с русским шовинизмом. Это геноцид русского народа. Они здесь это прописали. Это троцкисты. Создавалась советская власть и советский народ. Общность, советский народ, где все национальности были в равных условиях. Я хочу это отметить, что сегодня все малые народы, которые, возможно, есть люди там порядочные, честные, но есть националисты, которые считают, что им тут все это самое, они тут все сами. Ничего подобного. Вот здесь в советской энциклопедии сказано, за счет кого вы получили и свой язык, и суверенитет, и земли, за счет русского народа, которые потом в 90-х гновили все русский народ, когда вот тех русских, которые жили в союзных республиках, так называемых, хотя изначально это были русские земли, как и Турция была русской. Вот царство Урарту было русским, как и в 16 веке в Турции, то, что я говорил, якобы Турция, хотя она была не Турция, Стамбул, там Константинополь, Царьград, там были русские люди, жили, есть у меня фильм по Сталинграду, 4 серии, по допотопному Сталинграду, кто строил канал, что строились каналы, была цивилизация, везде были, жили русские люди. Вот сейчас нам впаривают, что нет, ничего не было, сейчас русских вообще не осталось. После поправок президент, которого я считаю джокером, объявил о том, что необходимо мигрантов сюда вводить, потому что, видишь ли, не хватает рабочих рук. Рабочих рук не хватает, при колоссальнейшей безработице в стране, оказывается, не хватает рабочих рук, и надо сюда вводить мигрантов. Вот вам, пожалуйста, хотели суверенитета, получите, голосовали, за что голосовали, что называется, то и получите. Будут вам мигранты. Итак, значит, то, что касается большевистской революции, что после 1917 года, ну, Троцкий он никогда не скрывал, он русофоб, он говорил, что будет делаться за счет русского народа. И она планировалась на деньги Ротшильдов революция для того, чтобы устроить геноцид русского народа. Но им помешал Сталин. То есть Сталин пришел и, в общем-то, планы все эти порушил, создав действительно сильное государство и с большим уважением к русскому народу, который Сталин никогда не скрывал. Это единственный правитель в известной истории, который был за русский народ. Мы об этом поговорим чуть позже. А пока, значит, русский народ, за счет русского народа, малые народы, которые были при царизме вообще нигде и никак, у них не было даже собственной письменности, они получают и письменность, и работу, и образование, и земли, на которых жили изначально русские люди в основной своей массе. Вот теперь мы подойдем к Великой Отечественной войне после нее, когда была разруха европейской части, когда говорят, что тоже там весь советский народ. Это вот, чтобы убрать отовсюду слово русский народ. Вот читаем Большую Советскую энциклопедию. Российская Федерация 1946-1974, к концу 1950-х годов, в РСФСР была восстановлена разрушенная войной промышленность, ее уровень превысил довоенные 1940 на 75%. Это, кстати, для сегодняшних, вот кому мигранты нужны, когда и погибло много населения, рабочие руки так называемые погибли, что-то обошлось без мигрантов, вот, пожалуйста, превысил уровень на 75%. Было построено и поднято из руин 3700 крупных промышленных предприятий на основе решений советского правительства в первую очередь отстраивались 15 старейших русских городов Смоленск, Вязьма, Псков, Новгород, Калинин, Великий Лук, Орел, Брянск, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Севастополь, Краснодар, Мурманск. Это города целые восстанавливались практически с нуля, из руин полностью, они были полностью разрушены, эти города. Восстановление разрушенных врагом районов промышленных и нефтяных Грозный, Майкоп, центров, городов, колхозов, совхозов было героическим подвигом русского и других народов России. РСФСР оказала большую помощь в возрождении развития экономики Украины, Белоруссии, Молдавии, Прибалтийских республик. В 50-х годах происходил дальнейший подъем в социалистической экономике РСФСР. В 1951-55 вступило в строй 1900 крупных промышленных предприятий. Валовая продукция промышленности увеличилась на 79%. Улучшилось также материальное благосостояние, повышался культурный уровень народов РСФСР. И так далее. Вот они, Карачаево-Черкесия, Кабардинские, Тувинские выращивают и свою свеклу, развитие народного хозяйства, культуры. И это чистая правда. У нас были и совхозы, и колхозы, и все выращивалось, и все строилось. Это период правления товарища Сталина. Вот после него уже потихонечку началось, даже не потихонечку, а полным ходом, началось разваливание вот всего этого, того, что заслужил и сам построил советский народ. Пришли паразиты, которые там сидели, троцкисты, начинаем с Хрущева, и все это старались разваливаться, как клещи, как клопы, вот они в теле, в теле народа сидели. И это не только русскому народу, достанется всем. Еще раз говорю, не будет русского народа, не будет никаких малых народов. Все живут только за счет русского народа. Это надо очень хорошо понимать. Те, кто это понимают, имеют благодарность, молодцы, умные люди. А те, у кого национализм впереди и телеги бежит, те просто глупые люди. Еще один небольшой фрагмент Большой советской энциклопедии на этой же странице, где Ленин писал, мы дали всем нерусским национальностям их собственные республики или автономные области за счет русской национальности, за счет русского народа. Здесь есть еще такая дата. Орджиникидзе говорил в 1922 году «Существованием советской власти, своим освобождением, трудящиеся массы Грузии, Армении, Азербайджана целиком обязаны России. Не будь советской Россией, не было бы советского Азербайджана, советской Грузии, советской Армении, и по сегодняшний день они находились бы под пятой английского империализма». статья и речи том 1 1956 год страница 261 25 октября 1922 года армия 1000 оккупантов и белогвардейцев из Приморья. В ходе гражданской войны продолжалось, а по ее окончанию завершилось государственное строительство Российской Федерации. Русский народ оказывал помощь другим народам, вошедшим в состав РСФСР в организации их государственности. А теперь вернемся к товарищу Сталину и его речи за русский народ. Я еще раз повторяю, что больше ни один правитель, кроме Сталина, никогда не выражал благодарности великому русскому народу. Ни один, ни вот тогда в советское время, ни тем более сейчас, когда они ненавидят русский народ в основном своем, ненавидят, стараются его заменить. В общем-то, для этого все цели хороши, все средства хороши. За русский народ, тост, произнесенный Сталином на кремлевском приеме 24 мая 1945 года, мероприятие в честь командующих войсками Красной Армии состоялось в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Генеральный штаб и Главное политическое управление заранее подготовили списки приглашенных лиц и так далее. Здесь есть и газетные отчеты, и текст стенограммы. Товарищи, разрешите мне поднять еще один тост, последний тост. Я, как представитель нашего советского правительства, хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и прежде всего русского народа. Я пью прежде всего за здоровье русского народа, потому что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза. Но сложно не поверить товарищу Сталину, он заслужил свой авторитет, реальный авторитет делами, делами, созидательными делами. Он действительно построил большую, великую державу, которую до сих пор боятся, и его до сих пор боятся вот эти клещи, нобилитеты так называемые, нобилиты. Это каста, закрытая каста полебеев, которые попали в знать так называемую. Я поднимаю тост за здоровье русского народа, потому что он заслужил в этой войне и раньше заслужил звание, если хотите, руководящей силы нашего Советского Союза среди всех народов нашей страны. Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он руководящий народ, но и потому, что у него имеется здравый смысл, общеполитический здравый смысл и терпение. Да, колоссальное терпение у русского народа. У нашего правительства было немало ошибок. Были у нас моменты отчаянного положения в 41-42 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Карелло-Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода. Какой-нибудь другой народ мог сказать, вы не оправдали наших надежд, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Это могло случиться, имейте в виду, но русский народ на это не пошел. Русский народ не пошел на компромисс, он сказал, он оказал безграничное доверие нашему правительству. Повторяю, у нас были ошибки, первые два года наша армия вынуждена была отступать, выходила так, что не овладели событиями, не совладали с создавшимся положением, однако русский народ верил, терпел, выжидал и надеялся, что мы все-таки с событиями справимся. Вот за это доверие нашему правительству, которое русский народ нам оказал, спасибо ему великое за здоровье русского народа. Вот это слова великого руководителя, действительно великого человека. Вот чем больше узнаю, тем больше именно к этому и склоняюсь, тем больше у меня уважения к этому человеку, товарищу Сталину, который, не будучи сам по национальности русским человеком, именно отдавал должное, как умный человек русскому народу. Повторяюсь, ни один больше никто этого не говорит. Они боятся этих слов, они боятся сказать, что это русский народ, русский народ, боятся страх, безумный страх перед русским народом, потому что знает, что называется крыска, я не скажу, кошка, чью сметану съела и жрет чью сметану, это крыска. Вот простите за эмоциональный такой посыл, но что есть, то есть. Это из песни, что называется, слов не выкинешь. Это история. И вот эту историю тоже никто не выкинет, как бы не хотел. А вы думайте, дорогие, дорогие россияне, дорогой русский народ, и советский народ. Думайте, что нам готовят и куда ведет сегодняшнее правительство Российской Федерации. А с вами была я, Галина Конышева. Всех вам благ. Подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова